Пока на Люсдорске чинят водовод, возле бюветов и так званых водовозок наблюдаются первые очереди. Попытки унести как можно больше воды, люди приносят сразу несколько баклажек. Одесситы рассказывают, что в бювете на Черемушках наблюдается обычная ситуация. Тут всегда много желающих набрать воду. Сегодня же в очереди придется потратить примерно 20 минут. Честно говоря, мы набрали воды, но как нет воды во всем общежитии, у нас воды вот осталось. И мы пришли еще раз за водой. Долго сидите ждете очередь, как наблюдается? Движите быстро? Нет. Тут постоянно очередь долгая, но мы тут уже сидим минут 20. Ну небольшая очередь, но если мы набираем понемногу воду, это только такая питьевая для чайника, для кофе, а такой мы набрали, у нас нет проблем с этим. Возле бювета на фонтанской дороге очередей тоже не наблюдаем. Избежать ажиотажа помогло преждевременное информирование населения, а некоторые даже не запасались водой. Как здесь очереди? Сколько ждете уже, чтобы набрать воду? Минут пять я как подошла. Думаю, что это даже и не больше очереди, чем в обычные дни. Тоже так бывает. В парке Победы бювет начал работать с шести утра. Первый посетитель перешел за водой около семи. Оператор бювета поделилась, что отключение воды на активность людей особо не повлияло. Начали у нас где-то полседьмого люди подходить. Нету никакой очереди, нету ничего, все благополучно, все хорошо, все довольны. Как сейчас видите, никого нету. Первый посетитель у нас был, значит, шесть часов тридцать семь минут. Вот я так засекла, прямо думаю, первое такое, что с утра. Ну, не было никого. Мы ожидали, конечно, пораньше. Думаю, иначе, как обычно, у нас люди спешат, бегут. Для тех, кто не знал, что в городе почти на сутки отключат воду или просто забыл набрать запасы, коммунальщики регулярно подвозят техническую воду. Например, на Пасмитного 33 водовозка дежурит с шести утра. Тут соорудили незамысловатую конструкцию, и каждый без проблем может подойти и набрать воды столько, сколько нужно. Как идет вода, вот полные баки воды, есть во всех кранах вода, есть объявление, вот техническая вода, пожалуйста. Кто не видит, тот читает. Кому это вот, подсказываем, что вода есть в полном баке. Так что в объеме полный. Люди набирают, все хорошо. Воду подвозили и во все медучреждения. Возле пятого роддома водовозка дежурит с половины седьмого утра. Но использовать ее пока нет нужды, говорят в роддоме. В учреждении есть свои дополнительные резервуары, которых хватает на сутки. В нашем учреждении существуют имкостя. Эти имкостя при отключении воды существуют три насоса. Они срабатывают от подпитки, когда падает давление городское. Автоматически включаются три насоса, и мы обеспечены технической водой, ориентировочной на 150 кое где-то на сутки. Инфоксводоканал предоставил нам машину. Когда Инфоксводоканал не предоставляет машину, мы согласовываем этот вопрос с МЧС. И нам предоставляет МЧС обязательно водовозку, потому что могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства. Мы эту сложность не ощущаем на протяжении суток. Если это свыше суток, конечно, мы будем ощущать проблему с водой, потому что при загруженности у нас 150 коек есть. Естественно, приезжают скорые помощи. Плюс мы дополнительно используем, конечно, кроме того, что мы моем руки. У нас есть определенный материал, существуют определенные растворы, которыми это обрабатывается. Поэтому сложности мы технической и какой-то особенной не ощущаем. В этот раз отключение воды одесситы пережили спокойно и с пониманием. Тем временем городские бюветы сегодня работают дольше, чем обычно, до полуночи. Светлана Довжук, Владимир Ижич, телеканал Репортер.